Беларусь проходит мероприятие осеннего призыва. В чем особенности очередной призывной кампании, спросим у нашего гостя. Присоединяйтесь и вы к диалогу. Кривоносов Андрей Владимирович, военный комиссар Гомельской области, полковник. Родился в 1967 году в Гомеле, в вооруженных силах более 31 года. В 1988 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и поступил в распоряжение командующего войсками Белорусского военного округа. Служил командиром разведывательного взвода в танковом полку. Затем занимал разные должности в военкоматах региона. В 2012 году возглавил военный комиссариат Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности военного комиссариата, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45 Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравия желаю, уважаемые телезрители и, конечно же, призывники. Андрей Владимирович, ваш жизненный путь уже на протяжении более чем 30 лет тесно связан с военной службой. А почему вы сделали такой выбор когда-то, еще в совсем юном возрасте? Наверное, потому что у меня и выбора как такового не было. Потому что я родился в семье военнослужащего отца, который проходил службу в Германии, в Белоруссии, в Сибири. Ну и он воспитал. Я видел, как он служит. Я дружил с детьми, которые служат. Я всю жизнь был среди военнослужащих, военных. Поэтому неудивительно, что в 1984 году, когда я поступал на службу, мне выпала такая честь стать мотострелком в Омском общевойсковом командном училище. Хочу сказать, что на сегодняшний день есть чем гордиться. Отец-полковник, два его сына-полковники, родные его племянники, два полковника. Поэтому полку полковников Кривоносовых и Коцуба прибыло в вооруженных силах, в том числе и в Беларуси. Скажите, пожалуйста, какие воспоминания времен вашей службы самые для вас яркие и дорогие? Ну, наверное, самое яркое воспоминание – это тогда, когда принимал военную присягу. Впервые доверили оружие, впервые на плацу перед своим отцом, перед своими друзьями, родителями принимал присягу на верность Родине. Тогда еще Советского Союза. Поэтому, наверное, это самое яркое впечатление. Но в каждом этапе офицерской жизни, службы, происходят свои яркие моменты. То было яркий момент курсантам. Затем, когда впервые прибыл, и у тебя подчиненный личный состав, такого же возраста практически, как и ты, лейтенант, ты приходишь, а у тебя в подчинении такие же твои сверстники или старшие. Конечно, знакомство с ними тоже – это определенный такой психологический момент яркий. Я пришел на службу, когда мне был всего-навсего 21 год. А выводились как раз войска из Афганистана, и четыре военнослужащих срочной службы, афганцы, служили полгода со мной вместе в моем разведвзводе. Конечно, они мне многое дали. И поначалу было какое-то перед ними сначала уважение и, может быть, даже боязнь. Потому что они боевые ребята. Прошли практические боевые действия. Но потом освоился, и все, встал на свои места. Для нашей постоянной рубрики «Есть мнение» мы в этот раз выбрали вопрос. Каждый ли мужчина должен быть защитником Отечества? Давайте посмотрим, как отвечали гомельчане. Если он считает свою родину Отечеством, любит ее, то я считаю, да. И молодежь, даже школьники. Хотя они не мужчины, юноши. Я считаю, да. А школьники как могут быть защитниками? Как? Вот просто любить свою родину, патриотами быть. И надо изначально это все воспитывать. Мы, родители, бабушки, дедушки, должны изначально... Вот какую мы положим базу, так и будет, я считаю. Они пойдут в армию, не будут откашивать от армии. Мое такое мнение. Должен каждый дать свой долг родине с молодых лет. Ну и пожилые даже тоже, как всегда было в Отечественной войне, ну как было. Шли в 70 лет партизаны. Главное, чтобы позволило здоровье. А если здоровье не позволяет, можно ли быть защитником Отечества? Конечно, можно. Но это... Экстремальная ситуация. Не дай бог там война или чего-нибудь. Я считаю, конечно же, они должны быть такими. А ты как? Я считаю, что в армии должен служить не каждый человек. А вот действительно тот, который хочет, и он со всей ответственностью подходит к этому делу. И он сам хочет идти в армию, защищать свою родину. Ну, еще должны проходить по здоровью люди. Должны иметь крепкое здоровье, во-первых. Дождетесь полтора года службы в армии? Да, это же мало. Ну, конечно, дождемся, если будем любить сильно. Это обязанность каждого мужчины. Естественно, это было всегда. Во все времена наши отцы, деды всегда защищали свою родину. Мне кажется, что да. Потому что нужно защищать свою родину, нужно быть готовым к атаке, что нападут. Ну, я считаю, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Потому что, если, не дай бог, война, он сразу поможет. Что-то, не знаю. Ну, в общем, я считаю, что каждый мужчина должен пройти через это. Да, мне тоже так кажется, потому что, ну, каждый мужчина, он обязан, это его долг, защищать свою страну, защищать свою родину. По моему убеждению, каждый мужчина должен быть защитником отечества, если ему позволяет состояние его здоровья. А если здоровье не позволяет, тогда отечество не надо защищать? Ну, почему? Нужно защищать, но уже защитник отечества, в моем понимании, это когда служит в рядах армии, значит, защищает. Если какая-то ситуация враждебная со стороны, извне, тоже должен защищать независимость от состояния здоровья. Я думаю, так. А почему, как вы считаете, некоторые молодые люди не хотят служить в армии? Ну, наверное, это веяние времени сегодняшнего. Норовят, считают, что если они уйдут служить в армию, разорвется их какой-то служебный цикл в плане учебы, либо продвижения по службе. Все стремятся в какой-то бизнес вступить и считают это как бы потерянное время. Хотя это время, наоборот, становления нормальных мужчин. Андрей Владимирович, а какое у вас мнение по этому вопросу? Каждый ли молодой человек должен служить или уметь держать оружие в руках? Ну, смотря... Мне кажется, оружием не обязательно называть стрелковое оружие, артиллерийское. Может быть, оружие и словесное, слово моральное. Я считаю, что каждый мужчина, каждый молодой человек, он должен уметь защищать Родину. Мы даже посмотрим, если вот развитие человечества, общественности, общества. Каждый, так сказать, вожак, самец, можно так сказать, защищал свою женщину, защищал свое потомство. Потом с развитием общества он защищал свое племя, род. Вот, сейчас у нас имеется наше государство, наша Родина. Его кто-то же должен защищать от посягательств различных, о том, чтобы твой дом был всегда целый, чтобы твои близкие спокойно себя чувствовали. Уметь дать сдачи, это настоящие мужики, они всегда к этому стремились. С этим невозможно поспорить, Андрей Владимирович, но каждый ли молодой человек должен пройти через армию? Вы знаете, я считаю, что через армию, наверное, не каждый молодой человек способен пройти и может. Есть различные, или по состоянию здоровья, или по его убеждениям. Мое глубокое убеждение в армии нашей должны, конечно, служить в первую очередь те, кто этого желает, хочет и умеет. Это так должно быть. К счастью, у нас наличие ресурсов позволяет делать такой выбор среди наших призывников, но не обижая тех, кто не желает служить. Все-таки я считаю, что долг перед Родиной, законопослушание, оно в первую очередь должно распространяться на наших мужчин. Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение об отказе от срочной службы и переходе армии на контрактную основу? Возможно ли это? Это, конечно, возможно. И пример Украины нам показывает, буквально перед самыми событиями известными, которые сейчас происходят в Украине, они отказались от срочной военной службы по службе по призыву и перешли на контрактную службу. Правда, всего полгода это все просуществовало, и мы знаем, что сейчас мобилизацию, когда они проводили, то вынуждены были они призывать всех своих военнообязанных. Я хочу сказать, что в Республике Беларусь существует система комплектования смешанная. У нас есть и контрактная служба, в ней служат офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты. Есть и служба по призыву. Для чего нужна служба по призыву? Надо готовить мужчин, военнообязанных по военно-учетным специальностям. Лучше всего это делать в вооруженных силах, в армии, чтобы потом они продолжили. Ведь после того, как молодой человек отслужил в армии, его служба родине не заканчивается. У него наступает служба в запасе. И для рядового состава это до 50 лет. Будут ли какие-то изменения или какие-то особенности у нынешней призывной кампании, мероприятия которой уже начались в Беларуси? Нет. На сегодняшний день уже сама процедура призыва, она устоялась. Поэтому каких-либо таких особенностей у нас не предусмотрено. Единственное, что с января прошлого года, 2014-го, предоставляется возможность гражданам, достигших 18-летнего возраста и не проходивших службу, поступать на службу по контракту в добровольном порядке. Правда, служить они в этом случае будут не год и полтора, а два года. На городском сборном пункте накануне побывали наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Если у призывника что не месяц, то привод в милицию, место в армии такому вряд ли найдется. Впрочем, многих относят категории негоден к службе в мирное время. По другой причине – состоянию здоровья. Где-то около 30% призывников на сегодняшний день являются негодны к службе в армии в мирное время. И заболевания, по которым негодны считаться – это сердечно-сосудистая система, в основном нарушение ритма, опорно-двигательная система, плоскостопие, сколиозы, кифозы. Ну, в принципе, основные такие заболевания. Еще около 40% призывников обычно получают отсрочку в связи с необходимостью продолжения учебы, например, или по семейным обстоятельствам. А вот так называемых уклонистов на Гомельщине в последние годы становится явно меньше. В настоящий момент в Гомеле это, скажем так, меньше ста человек, поэтому с ними ведется работа, совместная работа с начальниками отдела внутренних дел, поэтому стараемся это уменьшать. По сравнению с прошлым годом мы уже почти в два раза уменьшили количество неявщиков. Первая отправка вооруженной силы из Гомеля назначена на 16 ноября. Однако представители воинских частей на городском сборном пункте работают уже сегодня. В конце концов, каждому хочется привести в часть действительно достойных солдат. Здоровых и образованных при современном уровне военной техники неучие лентяи не нужны никому. Чтобы был целеустремленный, самое главное. Целеустремленный, волевой, решительный. Оперативно реагировать на всякие ситуации. То есть, хорошая моторика рук, хорошее зрение, чтобы выделять цели на фоне помех. Молодые представители Гомеля нынешнего призыва будут служить во всех родах войск. От пехоты до авиации. Нельзя сказать, что призывники ничего не знают об армейском быте. Нужную информацию можно найти в том же интернете. Многие вообще целенаправленно готовились к службе в армии. В том числе, планируя связать с ней всю свою будущую жизнь. Особых предпочтений в войсках у меня нет. Ну, служба, в принципе, дело непростое поначалу, наверное. Ну, как и в любом деле, привыкаешь. В принципе, дело нелегкое, но справиться может каждый. Представляю, довольно интересный род войск, вот зенитно-ракетные войска. Вот это непосредственно охрана государства, то есть боевое дежурство. Хочу в этом поучаствовать. Мне это интересно, я с самого детства интересовался в армии. Хотел служить, просматривая возможность по контракту остаться даже. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях военный комиссар Гомельской области Андрей Владимирович Кривоносов. Андрей Владимирович, как Вы оцениваете ход нынешней призывной кампании? Будут ли какие-то трудности с комплектованием? Трудности с комплектованием, как правило, у нас есть определенные мелкие трудности с сроками медицинского прохождения, с действительными призывниками медицинского обследования. Но каких-то таких проблем на сегодняшний день мы не испытываем. Потому что созданная система учетно-призывной работы в военных комиссариатах области, она позволяет планомерно, в соответствии с планами, проводить эти мероприятия. Я хочу сказать, военные комиссариаты существуют с 1918 года. За это время вся эта работа уже отшлифовалась. Особенно это показало в 1941 год, когда проходила в период Великой Отечественной войны мобилизация и комплектование вооруженных сил призывными ресурсами. Поэтому я уверен, что наши молодые люди и военные комиссариаты справятся в очередной раз с этими призывной кампанией. Скажите, пожалуйста, сколько человек попадают под призыв в нынешнюю кампанию? На сегодняшний день призыву подлежат у нас 8900 призывников. Из них мы будем отбирать те 2000 призывников, которые мы должны отправить в войска. Естественно, это проходит мероприятие изучения, медицинского свидетельственного обследования. Как правило, где-то из этих 8000, около 3-3,5 тысяч призывников получат осрочки по различным основаниям. Это как и для продолжения образования, по семейному положению. Для этого и существует мероприятие призыва, чтобы определить годность как по здоровью, так и по морально-психологическому семейному положению к призыву наших граждан. Это хорошо, что такой выбор богатый в Гомельской области. Скажите, пожалуйста, а при распределении на службу ведь принимается во внимание желание призывника служить в той или иной части или вроде войск? Конечно, желание призывника служить в той или иной воинской части, вроде вооруженных сил, оно принимается во внимание, но перед этим должны быть определенные условия выполнены. Годен ли он по состоянию здоровья в эту воинскую часть поступить? Какие у него характеристики, какие личностные качества, физическая подготовка? Потому что разнятся эти требования к военнослужащим сил специальных операций, к танкистам, к мантострелкам. Поэтому только после того, как определится, годен ли он туда, то его желание, естественно, сбудется. А куда хотят попасть, как правило? Какой род войск считается наиболее престижным у нас? А у каждых молодых людей свой. Для меня престижные, например, были мантострелки, танкисты. Для другого, тот, который, например, занимается радиоделом или электронными, на сегодняшний день популярными играми, он хочет пойти, например, в связь. Тот, кто мнит себя большим разведчиком или специалистом сил специального назначения, тот, конечно, хочет в силы специальных операций. Поэтому каждый призывник должен определить для себя, какой же для него престижный вид, в какой воинской части более престижно служить. Ну, а потом уже специалисты берутся за дело и выясняют. Конечно. Есть ли у него основания мнить себя разведчиком? Вы же смотрите, у нас, получается, призыв нынешний начался еще в августе месяце. А отправка войска пойдет только в ноябре. Вот эти все месяцы до отправки, они изучаются, призывники. Их отбирают, смотрят, прослушивают, я имею в виду, здоровье прослушивают. То есть идет кропотливая работа. И этой работой занимаются не только военные комиссариаты. Это занимаются и общественные организации. И тоже наш белорусский союз офицеров в Гомельской области занимается пропагандой службы, изучением призывников. Поэтому дело призыва войска, это у нас общегосударственная и общественная такая нагрузка. Спасибо, Андрей Владимирович. У нас дожидается возможности задать свой вопрос наш телезритель. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Я хотел бы уточнить. Вот сейчас есть служба в резерве. Поясните, пожалуйста, кто призывает на эту службу и как она проходит, служба в резерве? Спасибо большое за вопрос. Андрей Владимирович, пожалуйста, поясните. Да, я с удовольствием скажу, что служба в резерве – это один из видов воинской службы. И туда призыву на эту службу на общих основаниях подлежат призывники, которые по состоянию здоровья годны к службе в вооруженных силах. У них не имеется оснований для предоставления отсрочек. Их морально-деловые качества на высоком уровне находятся. Но хочу сказать, что на службу в резерве направляются призывники только при отсутствии потребности в наших солдатах, в призывниках на срочную военную службу. В первую очередь комплектуется срочная военная служба. Но если у вас имеется семейное положение, например, вы семейный человек, у вас имеется жена и ребенок, но старше уже трех лет, то призывные комиссии рассматривают вопрос, и в этом случае могут быть призывники направлены на службу в резерве. Далее, если это является высококлассным специалистом на своем предприятии, то по ходатайству государственных органов, либо это райисполкомы, либо министерства, тоже могут призывные комиссии призывать на службу в резерве. Что касается вашего вопроса, конкретно вас, если вы призывник, то вам необходимо в военном комиссариате к начальнику отдела призыва обратиться, предоставить все свои основания к этому, и он вам даст точный ответ. А на службу в альтернативную службу кто может рассчитывать? Да, вот раньше путали, что такое служба в резерве, что такое альтернативная. У нас, как по Конституции, предусмотрена альтернативная служба. Это служба взамен военной службы. На данную службу, в соответствии с законом, который принят у нас 4 июня этого года, и вступает в силу он со следующего года, с июля месяца, направляются на эту службу призывники, которые по своему вероисповеданию они не могут применять оружие, не могут принять присягу, то есть какие-то насильственные действия вести. И вот тогда по заявлениям этих призывников, призывная комиссия рассматривает все основания, которые есть для этого, и принимает решения для прохождения ими альтернативной службы. Хочу сказать, что те призывники, которые не хотят служить в вооруженных силах, с оружием в руках, чтобы они сильно не радовались тому, что предоставляется такая возможность. Дело в том, что служба альтернативная предусматривает для имеющих среднее образование, это 30 месяцев вместо тех 18, которые на сегодняшний день есть, а для высшего образования это 20 месяцев. И придется это не служить, а работать. Работать где? В достаточно тяжелых условиях. Это и системы образования, лесхозы, даже теми же дворниками, которые у нас могут проходить эту службу. Все это будет в течение этого года, который остался до введения закона, разрабатываться под нормативные правовые акты, которые определяют те предприятия и количество мест, в которых могут проходить службу альтернативную. А сколько человек в среднем высказывает такое желание? На сегодняшний день по докладу моих подчиненных пять человек у нас изъявили такое желание. Поэтому мы будем на призывных комиссиях, только не на этих, а уже чуть позже, после июля 2016 года, рассматривать их для того, чтобы удовлетворить их желания. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире 77 68 45, номер телефона, по которому вы можете задать вопрос или высказать свое мнение. Присоединяйтесь к диалогу. Вы смотрите диалог. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов сегодня у нас в гостях. Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, кому из призывников и на каких условиях может быть предоставлена отсрочка. Я с удовольствием доведу до наших телезрителей о том, что законом Республики Беларусь о воинской обязанности и воинской службе предусмотрено 6 видов отсрочек. Эти виды отсрочки подразделяются на отсрочку по состоянию здоровья, отсрочка для получения образования, отсрочки по семейному положению в связи с выполнением депутатских полномочий для получения военно-технической специальности и в соответствии с указом президента Республики Беларусь. Особенно распространенные отсрочки – это отсрочки для продолжения образования. Наиболее большое количество призывников у нас получают отсрочки. Приблизительно за призыв из тех вот 8 тысяч призывников, где-то около 2,5-2,8 тысячи призывников используют свое право на предоставление этой отсрочки. Спасибо, Андрей Владимирович. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло, вы в эфире. У меня такой вопрос. У меня внук служит в армии, но он уже дослуживает. И срочная у меня такой вопрос. Срочная служба с полутора лет не планируется сократить до одного года, вот как у России. Потому что последний год еще он служил так нормально, но жалоб никаких не было. Ну и сейчас особенных жалоб нет. Но мы чувствуем, что уже последние полгода, мне кажется, это как будто лишнее для службы. Вроде бы все они там изучили, все они освоили, технику. Но для государства полгода, это вот я так болею, собственно, за государство. Полгода это какая экономия для государства, сколько это средств надо лишних. Спасибо большое. Я понимаю, конечно, как тяжело вам переживать эту разлуку со своим ребенком. Андрей Владимирович. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Может быть, приведу пример. Ну, у нас вот образование среднее, 11 лет учатся. То есть есть определенный учебный процесс. Так и в вооруженных силах идет боевая подготовка. Для того, чтобы подготовить специалиста, надо провести с ним определенные мероприятия учебные. То есть преподать ему теорию, потом на практике это все закрепить. Поэтому и предусмотрены такие сроки, как полтора года для имеющих среднее образование и один год для имеющих высшее образование. На сегодняшний день руководством страны, Министерства обороны, не рассматривается вопрос сокращения срока срочной военной службы. Спасибо большое. Давайте продолжим. Летом в Ельском районе проходили командно-штабные учения силами территориальной обороны. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете их результат? Выдержала ли территориальная оборона этот экзамен? Я хочу сказать, что довольно серьезный экзамен в июне месяце Гомельская область сдавала. В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь была проверена система территориальной обороны Гомельской области. Хочу сказать, опережая немножко то, что я дальше скажу, Гомельская область с честью справилась с поставленной задачей. Мы в Ельском районе призвали около 250 военнообязанных для выполнения задач территориальной обороны по усилению отдельных участков государственной границы, по охране и обороне особо важных объектов и для выполнения задач по участию в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Отрадно то, что когда после завершения этих военных сборов и всех мероприятий мы прощались, ну не прощались, а проводили воинский ритуал по чествованию наших военнообязанных, призванных из Ельского района, из соседних районов в эти войска, они выражали председателю райисполкома, а он на тот момент был начальником района территориальной обороны, готовность служить. И даже говорят, вот смотрите, у десантников есть свой праздник, у мотострелков есть свой праздник, теперь у нас будет 19 июня в районе у нашем свой праздник, праздник территориала. Еще один немаловажный момент, что там было двухстороннее учение проведено в рамках вот этой всей проверки, где за противника, за диверсионно-разведанной группой противника по замыслу выступали наши военнослужащие сил специальных операций. Так я вот хочу сказать, что местное население до такой степени прониклось, что они очень многих группы вот эти вот диверсионно-разведывательные просто-напросто видели и докладывали своему участковому, а тут уже по созданной системе оповещения все это дело докладывало в территориальную наши войска, которые решали вопросы по обезврезанию этих групп. Поэтому я хочу сказать, что тут проверка была не только военной составляющей в Ельском районе, ну и вообще системы территориальной обороны в этом районе. И мы показали достойный результат. Конечно, были отдельные замечания, потому что в Гомельской области это проводилось впервые. Но, по мнению проверяющих, мы с задачей справились на высоком уровне. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вопрос следующего характера. Я, значит, после магистратуры стал папой. Мне 24 года. После магистратуры у меня родились две дочки. У меня близнецы. Имею ли я право на получение сразу на руки военного билета? Потому что, ну, отсрочку мне дали, но сказали, за военным билетом придете в 27 лет. Спасибо. Поздравляю вас. Поздравляю вас. У вас счастье такое, я хочу сказать, большое. Девочки, да еще и близняшки. Вы правы. Вам в военном комиссариате очень правильно сказали, потому что у нас один из видов отсрочек по семейному положению, это когда у призывника имеется жена и один ребенок, или двое детей. Почему мы не предоставляем отсрочку, вернее, не выдаем сразу военный билет на руки? Потому что призывники у нас до 27-летнего возраста состоят на учете призывников. Я, конечно, не хотел бы эту тему развивать в каком плане, но жизнь, она вещь такая, и могут измениться семейное положение ваше в ту или иную, извините меня, сторону. Поэтому закон, он предписывает, что предоставляется только отсрочка от призыва. Но я желаю здоровья вашим детям, вам желаю заботиться о них хорошо, чтобы к 27-летнему возрасту вы пришли с более увеличенным составом семьи, и тогда я могу даже и лично вам вручить военный билет, чтобы вы продолжали свою службу в запасе. Спасибо, Андрей Владимирович. Давайте продолжим наш диалог. Скажите, пожалуйста, как организуется прохождение военных сборов лицами, которые уже отслужили в армии? Как я уже говорил, что окончание срочной военной службы или службы в резерве, это не означает, что молодой человек, а потом уже с возрастом увеличивается этот мужчина, он прекращает свою службу. После службы по призыву наступает служба в запасе. Так вот, за период состояния в запасе мы имеем право призвать на военные сборы наших граждан в общей сложности до 12 месяцев. То есть за период состояния в запасе можно в общей сложности набрать 12 месяцев, которые проводятся на военных сборов. Одноразовые сборы проводятся, как правило, до 25 суток. Нужны эти военные сборы для того, чтобы усовершенствовать, улучшить, вспомнить навыки практически военной службы, для того, чтобы обслужить военную технику, для того, чтобы получить иную военно-учетную специальность, которая требуется для вооруженных сил. Поэтому я считаю, что Республика Беларусь, возобновив после некоторого перерыва, после развала Советского Союза военные сборы, она поступает правильно. Надо готовить своих солдат, надо готовить своих защитников. Этим мы занимаемся. Одна из задач военных комиссариатов – это накопление военно-обученного резерва. А еще военкомат – это первая инстанция, с которой для некоторых молодых людей начинается путь к офицерским звездам. Скажите, пожалуйста, ведется ли какая-то профориентационная работа для тех молодых мужчин, которые желали бы связать свою жизнь с армией впоследствии? Конечно, такая работа военными комиссариатами ведется. Она ведется не только нами во взаимодействии с местными органами власти, с общественными организациями, учебными заведениями. Военные комиссариаты проводят эту пропагандистскую работу, активизируют ее, как правило, начиная с января месяца. Потому что к апрелю, когда необходимо подавать документы желающим поступить на военную службу, вернее, для учебы на офицера, мы должны отобрать этих ребят, направить их, подготовить все документы для того, чтобы они могли выполнить или реализовать свое желание. Андрей Владимирович, в завершение нашей беседы, что бы вы пожелали всем нынешним и всем будущим защитникам Отечества? Во-первых, я бы пожелал всем здоровья. Здоровье, оно нужно не только вам, оно нужно вооруженным силам, нужно государству. Поэтому кратко это звучит следующим образом. Уважаемые призывники и их родители, мускул свой, дыхание и тело тренируйте с пользой для военного дела. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Спасибо, до свидания. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов сегодня был гостем в нашей студии. Спасибо вам за внимание и за ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова